Всем привет, это Михаил Веган. Сегодня у нас будет тест нового продукта для веганов. Это продукция от компании Веганов. Котлеты под новой линейкой «Зеленая сковорода». Эти котлеты не только продаются, но и готовятся в замороженном виде. И сегодня мы разберемся, как правильно их приготовить. У меня на тесте три вкуса. Со вкусом курицы, со вкусом ветчины и со вкусом рыбы. Котлеты эти не только веганские, но и безглютеновые. На основе горохового белка и бамбуковой клетчатки. То есть подойдут для всех типов питания. В идеальном варианте для приготовления использовать сковородку с антипригарным покрытием. С небольшим количеством масла. Обжаривать котлеты следует на мощности чуть близкой к максимальному. Если у вас девятка на электрической плите, жарим на семерочке. Примерно то же самое с огнем. Максимум и чуть поменьше. Если в сковородке такой не имеется, есть шанс попытать удачу. Веганов проводит розыгрыши призов у себя в соцсетях. Проходите по ссылочке, подписывайте. И скоро будут и сковородку классно разыгрывать. Зеленую. Первыми на сковородку у нас отправятся котлеты со вкусом курицы. Для получения идеальной структуры котлеты нужно жарить именно замороженными. Не размораживать. Если после магазина немного разморозились, то лучше даже подморозить их перед приготовлением. Тогда будет супер волокнистая структура, хрустящая корочка и сочная внутри. Попробуем. И закрываем крышкой. Судя по рекомендациям на упаковке, котлеты жарятся 4 минуты. 2 минуты под закрытой крышкой на одной стороне. И после 2 минут снимаем, переворачиваем, жарим уже без крышки. Ну, выглядит очень аппетитно. Корочка золотистая, хрустящая и вытекает сок изнутри. Порежу-ка я лучше на доске. Смотрите, какая красота сочная между двух хрустящих корочек. И я надавливаю, и сок утекает. Напоминаю, что это котлетки с имитацией куриного вкуса. Ну и по внешнему виду. Действительно сочная. С хрустящей панировкой. Никаких специй, соли, дополнительно точно ничего не нужно. Все уже там сочные, но при этом с хрустящей корочкой. Не жесткие, поэтому мне кажется, я усумел приготовить, просто следуя правилам на инструкции. Теперь хочется попробовать рыбные и ветчинные. Я пожарю, пожалуй, по одной котлетке из каждой пачки. Для меня будет достаточно. Такая сытная штучка. Две минутки. Несмотря на то, что жарил я их вместе, ароматные у них абсолютно разные. Это такой более нежный здесь, более мясной аромат. Я бы их так назвал. Разрежем рыбную котлетку. Также хрустящая корочка. Это же можно снять и скушать отдельно. Внутри котлеты сок. Она более нежная. Вкус и текстура отличаются от того, что была с вкусом курицы. Мне пока он для этой рыбной больше всего нравится. Финальный вкус у нас сегодня это ветчина. Слушайте, я не знаю, видно было, но мне сейчас брызнуло, когда я разрезал. Да, что я не ожидал такого. Аромат более мясной, как я и сказал. Внутри этих котлеток чувствуются остреньки по вкусу. Также видно здесь небольшие вкрапления перца. Они такие более остренькие. Если любите остренькие котлетки, продукты, вам обязательно должны понравиться. В заключении хочу сказать спасибо веганам. Мне было очень вкусно. Мне понравилось. Отдельно хочу обобщить и сказать спасибо всем. Кто не стоит на месте, кто постоянно развивает, заботится о нас. Предлагает различные вкусовые решения, формы. Спасибо, что вы это делаете. И каждый раз доказываете, что вкусно и полезно питаться можно, не причиняя вреда животным. Именно за это отдельно всем компаниям, которые развивают веганскую еду, я говорю отдельное спасибо. Все ссылки на веганов вы можете найти в описании к этому видео. Поучаствуйте в конкурсах. Узнавайте, где это можно купить. С вами был Вик Михаил. А с вами был Михаил Веган. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok